Привет! Это Джоанна и выпуск свежих тех новостей за прошлую неделю. Готовы? Я вот готова. Поэтому погнали! И снова начнем с хороших новостей. Ну а как иначе в наше время? ТикТок в России выделит 100 миллионов рублей для поддержки креативных видеомейкеров. Теперь официально можно объяснять родителям, что снимать видосики в ТикТок это не баловство. Правда, чтобы получить деньги, авторы должны соответствовать некоторым критериям. Во-первых, ТикТокер должен быть старше 18 лет и регулярно выкладывать контент. А во-вторых, за 2 месяца нужно выложить минимум 30 видео, которые суммарно должны набрать хотя бы 900 тысяч просмотров. И только в этом случае можно претендовать на вознаграждение от 30 до 60 тысяч рублей. Вот так вот ТикТок делает больше для развития молодежи, чем департамент молодежной политики в вашем городе. Раз мы заговорили о соцсетях, тогда ловите комбо из двух новостей о свежих фичах. Первое. В инстаграме можно скрывать лайки. Любой пользователь может в настройках переключить нужный тумблер и вуаля. Теперь хейтеры не узнают, сколько людей действительно оценили вашу фотокарточку. Если же вы задумались спрятать лайки, то не переживайте. Сердечки, которые поставили вам, можно посмотреть в любой момент. Теперь никто не будет переживать, что у Бузовой больше лайков, хотя так делает только Бородина. Давайте ко второй новости. Вконтакте стала первой из соцсетей, которая внедрила к себе умного помощника. Теперь Маруся, если кто не знаком, это голосовой помощник от Mail.ru Group. Поможет с поиском нужного сообщества. Включит любимую музыку, вызовет такси и даже сможет заказать бургер с картошечкой через Delivery Club. Пока Тамаркони пытается научить Киркорова пользоваться Сберг Праймом, Вконтакте выкатывает просто ультрафичу. Интересно, сколько людей уже попросили Марусю вернуть стену? Давно что-то не слышно и ничего про беспилотные автомобили. Не правда ли? Я готова это исправить. Совсем недавно Сберг показал прототип беспилотного такси будущего под названием Flip. Там нет ни руля, ни педали, машина даже не будет рассказывать байке, что у нее на самом деле бизнес, а такси это так, для души. В такое, не побоюсь этого слова, автомобиль поместится шесть человек, самое то, чтобы ехать из одного бара в другой. Ребята из Сбера обещают, что внутри будет все для комфортной поездки. Музыка от Сберсвука, фильмы от ОКО и никаких теорий заговора от водителя. Уже жду этот клип на дорогах, чтобы сесть в него в компании и петь караоке. Так, в этой новости постараюсь максимально без политики. В общем, случилось следующее. Россиян будет судить искусственный интеллект. Видимо, мало россиян судит. Извините, не удержалась. На самом деле, заголовок громче, чем сама новость. В Белгородской области будут использовать ИИ для отправки уже вынесенного судебного приказа через порталы муниципальных услуг. То есть высокие технологии просто будут использовать как имейл-рассылку. Что я могу сказать? Да здравствует наш суд, самый IT-развитый суд в мире. Перейдем к более серьезным новостям. Ученые из Питтбургского университета частично восстановили зрение полностью ослепшему мужчине. У него редкое генетическое заболевание – пигментный ретинит. Он еле-еле отличал свет от темноты и совершенно не видел предметы. Генетики разработали экспериментальный метод лечения. Слабонервных прошу выключить звук. Пациенту ввели инъекцию внутрь глаза. Препарат со светочувствительными белками вступил в реакцию с тканями, которые отвечают за восприятие света. По окончанию операции мужчине дали очки, которые стимулируют зрение. И вуаля, он смог различить некоторые предметы и даже сосчитать количество белых полос на пешеходном переходе. Это первый случай, когда мед сработал. Поэтому он все еще остается экспериментальным. Ученые надеются, что в будущем это поможет излечить слепоту насовсем. Поздравляю вас! Очередная новость, в которой мелькает имя Илона Маска. Повешу его портрет на фоне в следующий раз. Но это не точно. В общем, Маск и Майкрософт разрабатывают платформу, которая позволит создавать приложение без написания кода. Принцип работы похож на запросы в поисковой строке. Ну, например, вы говорите, найти продукты, название которых начинается с «Дети». А искусственный интеллект предложит варианты преобразования вашего запроса в формулу. Уже представляете себе, как сидите перед компом и накидываете алгоритмы. К сожалению, это пока далекое будущее. В Макрософт сказали, что эта система не подходит для полноценной разработки. Она скорее поможет с быстрым стартом новичкам, которые начали изучать язык программирования PowerFix. Если можно будет писать код просто говоря вслух своей мысли, то разработчики быстро обленятся. Да и представьте, как будет сложно думать, когда все вокруг программируют вслух. Ну что, как вам новостная неделька? По-моему, огонь! Увидимся с вами ровно через 7 дней. Поставьте колокольчик, чтобы ничего не проморгать. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!